Здравствуй, случайный зритель! Ты находишься на канале ЛДМ, а это значит, что пришло время очередного обзора на новеллу. Сегодняшним экземпляром будет новелла 2006 года под ироничным названием «Идеевайс Нью». Не спешите осуждать меня, несмотря на возрастную категорию «Вздрочь Мамонта», новелла очень интересна, а набор тем в ней шире, чем мать Анастасия Ленищенко. Также должен сказать, что она была выпущена в студии, которая несколько лет спустя выкатила весьма скучную новеллу «Гоу Ниппен», так что мои ожидания были несколько занижены. Но новелла смогла не только превзойти их, но и порадовать мой искушенный, катавый вкус. Начнём же непосредственно обзор. Сюжет «Виделивайс» делится на три части. Подготовительная, до пеннинга, про неё я и поведаю в этом обзоре. Юродивая, напоминает типичное аниме в жанре повседневность. Ирил Шит, не нуждается в представлении. Игра начинается с того, что главный герой, Казуши Харума, и его друзья, Яблочный, ну, тип его называют Апол, от слова Апплы. Ер и Дайга, плывут в свою новую школу, на острове Эйден. Там же нам и показывают, из чего сделаны наши герои. Апол, извращенный жир. Ер, наивный извращуга. Дайга, чувствительный извращенный жир. Казуши, просто еблан. И Панчу, странный, криповый, имеет ибланскую прическу. Но чат, по сюжету он будет несколько раз появляться, чтобы всех спасти. Сразу по прибытии четыре иблана, вместо того, чтобы следовать за учителем, сбегают, чтобы осмотреть остров. Там Казуши встречает девушку, купавшуюся голой. Как истинный еблан, он принял её за русалку. Дальнейшее пребывание на пляже выливается для пацанов неблагоприятно. Их начинает преследовать говорящий знак, Я сам охуел, они начинают от него убегать, и пацаны, как лучшие друзья, бросают Казуши убегать одного. В конце концов Г.Г. прибегает к подвесному мосту над пропастью. На дереве, схвяли то растущим на такой высоте, его подбирает рыжая девочка, а имени Ран, или Рен, хуй знает, я не доверяю переводу, который скачал, и говорит ему, что мы так-то на правительственной военной базе, так что плати деньги, и я никому не скажу хых. И ведь Казуши заплатил, и немало. После такого они спускаются с дерева, и опиздюливают знак, но он дает вдачи, и Казуши падает с моста, позже в руте Харуке будет объяснено, как он выжил после такого. Очнувшись после падения, наш Г.Г. обнаруживает полянку, на которой голая же звездочка, мужчина и ухаживает за цветами. После того, как она его замечает, все цветы в скорейшем порядке расцветают. Девочку зовут Харука, и она оказывается внучкой директора, с ней будет связана убердохуя разных событий на всех рутах, так что это важно. Она выводит Казуши из пропасти, в которую он упал, и тот сразу же встречает всех своих знакомых, Ран, своих трех друзей Мизуки, девушку, которую Казуши принял за русалку. Все вместе они идут к школе, где они встречают миссис Мэйебуки, свою учительницу, и мистера Ягами, своего учителя еще из старой школы, который, за то, что они ушли сами, по себе, отхуяривает их так, что те отлетают, возможно, именно из-за сцен опиздюливания пацанов мистером Ягами, в их описании на ВНД Бэкрасу и Цтрейд, участвовали в домашнем насилии. После публичной казни, они отправляются в медпункт, но всех девушек оттуда отзывает Орангутанг из Донг и Конг, по имени Фусин. В этот момент Яблочный решает похвастаться тем, что спиздил Тарусели у кого-то из женщин, пока Казуши бродил по пропастям. Более того, он надевает эти Тарусели на лицо Казуши. Именно в этот момент, входят женщины и застают ГД, косплеящего Аями Кадзё. Тарусели, кстати, принадлежали Реи, девочке Халку. После такой наглости Реи выходит из-под контроля и отправляет всех наших мальчиков, даже такой ходячий липоцит как Дайга, в полёт. В конце концов, с пацанами отказываются говорить любые самки на острове, до их общежития оказывается полным хламом по сравнению с ёбаным лувром у девочек. Нахуй так жить, решают пацаны и идут на побережье, чтобы разбежавшись, прыгнуть со скалы или хотя бы уплыть нахуй с этого острова. От первой мечты они отказываются, а второй мешает то, что остров поднялся не только в плане населения, но и в прямом смысле, и до воды они чисто физически не дотягиваются. На этом моменте в новелле проигрывается опеннинг, а я прерываю свой рассказ, у статуи нету глаз. Есть ещё дополнительный DLC Дельвайс, один фантазии, но о нём как-нибудь совсем-совсем потом. Вот полный список персонажей, которые имеют какое-то значение в больше, чем одно Маруте и младше 60 лет. А Пол, тот самый Яблочный. На протяжении всей новеллы он будет вести себя, как хорн еблан и приносить проблемы всем вокруг, однако он так и остаётся хорошим другом Казуши, ведь реальная жизнь не работает по принципу он из Саратова. Значит он еблан. Реальное имя, джинные тащики, но в игре тебе хуй в рот сунут, и ни разу не назовут Апол по имени. Пьер, вообще он как Апол, но менее хорни, более наивный и не жир. Имя Пьер он выбрал потому, что, о, ты француз, а скажи что-нибудь по-французски, же парал и франкайз. Ты стикулы с сексуали сэткул. Реальное имя, Харикова Маса, но ситуации как с яблочным. Дайга, просто Дайга. Он чувствительный и наименее хорн из всех троих, а ещё он давно не в школьном возрасте, но кого это ибёт. Реальное имя, Дайга, согласно ВНДБ. Орг. Нацуме, вы наверняка думаете, пиздос ты чё, еблым какая, ещё Нацуме шизоид. Всё потому, что в подготовительной части сюжета её нет, но кого это ибёт. А ещё она лолей по характеру, смахивает на Анастасию, на сухару и за ней. Мэй, учительница в школе Эйден, и по совместительству одна из женщин, с которыми здесь можно зароманситься. Идеальная цель для манкиных милфхантеров. Однако должен вас предупредить, это единственный персонаж в новелле с плохой концовкой, хотя вообще выбирать дано только Рут, и на каждой всего по одной концовке. Харука, внучка Дирекора, очень добрая девочка, которая до своей встречи с Казуши жила только чтобы замастерить алхимию. Мизуки, Томбой, Цундери и хороший лепловец. Этим всё сказано. А ещё в своём Руте она косплеет, Джонни Джастара. Если вы боитесь спойлеров, то сделайте вид, что не слышали предыдущие предложения. Ран, думает только о деньгах. Какой нереалистичный персонаж, подумал бы я, если б не знал таких людей, Ирл. Весь её Рут построен, на идее осознания ей, что есть вещи важнее денег. Рин, идеальная девушка. Хорошие формы, вкусно готовит, мечтает о семье, западает на панчу. Сакура, любит трогать девочек, заставляла Нацуми одеваться в кошечку, но при этом, всё ещё стыдящие ГГ по подозрению, в западении того на Нацуми. Сакура и Рин были настолько популярны, что в каком-то опросе остальные девочки, скосплеили Лёла из истории, про Сеса и Лёла, Арины Сакуре, пришлось дать спин-офф и Де Луис и Иден Фантасия. Музыка «Выделивайся» довольно пиздатая. Особенно мне понравилась тема Нацуми, я её даже поставлю в конечной аннотации. Кстати, конкурс, кто первый найдёт мои комменты, под музыкой «Выделивайся» на Ютубе, тому я распишусь на стене. Моя роспись очень ценна, в определённых узких кругах, так что давайте. Это был 2006 год, в тогдашний день Сим было обязательно добавлять Хентай сцены, ведь тогда не было сайта Рулы 34, а подрочить на богинюшку хочется. Всего в игре 10 сцен, одна у Нацуми, одна у Харуки, по две у Мэй и Мизуки и четыре сука Уран. Куда тебе столько шла? Это объективно лучшая новелла, что я только читал, отодвигая даже катал шужа. Симон. 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 Продолжение следует...